Итак, всем привет, с вами ДопГ, а если вы еще вдруг не подписаны, обязательно рекомендую подписаться, чтобы не пропускать другие интересные и полезные видео. Поехали! И если вы смотрели мое видео, то вы знаете, как парадоксы хотели пофиксить быстрый шлюз в прошлом. Они добавили вот это вот условие на больше чем 0% снаряжения, которое по факту не работало. Парадоксы решили исправить себя и добавили другое. Условие более 40 тысяч единиц пехотного снаряжения в армии. Это что-то поменяло? Конечно же нет. И напоминаю, что это видео не о том, как это делать, а о том, как они это фиксят. Почему это делать, вы можете в комментариях, там люди обычно отвечают. Но в целом вы просто можете пройти по всем вот этим фокусам, в принципе по вот этим фокусам, буквально в 1936 году и к 1937 уже завоевать примерно Европу. Но мы сейчас не об этом. Так вот, 40 тысяч пехотного снаряжения в армии. Это сложно или нет? Мы уже знаем, что 500 тысяч людей в армии в принципе супер просто. Вы можете это сделать вторым или третьим фокусом. Так что же такое 40 тысяч винтовок? Давайте заглянем вот сюда. У нас уже 25. То есть нам нужно всего лишь произвести 15 тысяч винтовок. То есть буквально вы просто все свои свободные военные заводы на старте можете закинуть в винтовки. Это бесполезно? Нет. Эти винтовки вам вполне себе пригодятся, так что вы не потратите ничего. На старте видите, эффективность у вас сразу филовая. То есть вы сразу производите все нужные вам винтовки. И произведя всего 100 винтовок в день за 2 и чуть ожидания фокуса, вы уже можете нажать на шлюз. Превосходно, превосходно. Давайте так и сделаем. И нам как обычно нужно 5 опыта. Для этого мы просто делаем в принципе Ринскую область первой. Получаем 5 опыта армии. Нам теперь даже не нужно тренировать дивизии ради этих 5 опыта. Потому что по факту мы будем в любом случае делать второй фокус. Это потребует от нас времени производства вот этих вот винтовок. Хоть и не такого большого. Итак, Ринская область готова. Мы получили 5 опыта. Делаем как обычно нашего коня. Почему коня? Потому что коня можно хотя бы использовать для гарнизонов. Бам, конь готов. Из этих коней надо будет удалять поддержку. Так что это не просто так вы потратите 5 опыта. Это вы потратите 5 опыта на гарнизон. Я считаю это нормально. Можно взять еще один фокус до аншлюза. И в принципе я вам рекомендую. Потому что все равно еще надо, видите, произвести 7000 винтовок. Примерно 7500. Так что да. Надо взять еще один фокус. Опять-таки тут что вы хотите. Там армию, чтобы договор выйти. Четырехлетний план. Как хотите. Мы возьмем это без разницы. И конечно же мы закажем кавалерию. Причем нам теперь даже не нужно волноваться о том, чтобы в них были винтовки достаточно. Нам просто нужно обучить максимум. То есть нам теперь даже не нужно будет блокировать поступление винтовок вот сюда. Либо куда-то еще. Вот они уже готовы. Можно уже их задеплоить. 67. Нормально. Делаем из них патризованные дивизии. Потому что как вы можете помнить. Это самые большие по количеству людей дивизии у нас на старте. И ждем пока они просто заполнятся. И так вот люди уже заполнились. Но винтовки придется чуть-чуть подождать. Как я и говорил. Также можете их немножко разбросать. Чтобы они не тратили ваше снабжение. Не горели. Примерно вот так сделать. Ну вот наши винтовки заполняются. Уже 39.1. Как я и говорил фокус завершен. Нужно буквально чуть-чуть еще подождать. Чтобы они доехали до дивизии. До 40 тысяч. Вот это и произошло. У нас все еще даже этот фокус. Ну буквально может быть мы там 1-2 дня потеряли. Но там максимум у нас есть аншлюз. Все в принципе как и обычно. И вы можете пойти сюда очень быстро. Точно так же. Видите у нас уже 1-2 миллиона на полях сражения дивизий. У нас уже разблокирован аншлюз. Потому что я напомню. Единственное чем они нас ограничили. Это аншлюзом. Так что все как обычно. Если вам понравилось видео. Обязательно подписывайтесь. Чтобы не пропускать другие подобные видео. Ставьте лайки. Можете поставить в комментариях. Любите ли вы эту стратегию. Либо почему вы считаете что она неэффективна. Не забывайте подписываться на Twitch. И вступать в группу дискорда. Всем пока.